Magic Drop это более 8 миллионов открытых кейсов, сотни тысяч довольных игроков, свыше 10 ботов с инвентарем на общую сумму около 2 миллионов рублей, бесплатные кейсы и ежедневный баланс. Мы ждем тебя на magicdrop.ru Приветствую друзья, подписчики и зрители. К сожалению, СНГ коллектив по названиям Team Spirit не смог пройти в основную часть лондонского мажора. Для парней все решалось в пятом матче Best of 3 противостояния против азиатов из Тайло. Свой пик на The Overpass Spirit проиграли, но у них была отличная возможность зацепиться за вторую мапу под названием The Inferno, но как говорится, что-то пошло не так. Что-то пошло не так при счете 15-14, когда СНГ коллектив не смог реализовать свой первый маппоинт, имея численное преимущество против плохой закупки оппонента. Далее на вторых овертаймах, имея 3 маппоинта, спириты не смогли реализовать ни одного. Причем в одном из классно разыгранных раундов, получив огромное численное преимущество, парни были уже очень близки к победе, если бы не индонезиец с ником Xcurate. Так давайте же теперь посмотрим с разных сторон, что же все-таки произошло. Задумка у СНГ коллектива заключалась в том, чтобы взять с плитом точку B. Есть такая тактика на карте The Inferno, когда часть игроков старается через зелень пройти на сити, а другая в это время атакует дугу, чтобы окружить точку B. В общем трое игроков в Team Spirit врываются через арку на сити и далее идет размен не в их пользу, но есть один плюс. На контрольской базе в живых остается Дима, который впоследствии сливает поджимающего его спину капитанному. То есть в этой точке карты все сложилось достаточно удачно с равным разменом 2 в С2. Что же в это время происходило на дуге? Колди играет люркером контролить спину своей мейтам и после того, как они начинают атаку на точку A, один из игроков Тайлу с ником Самбоди решает, что сейчас самый удачный момент поджать их спину. Выходит Дим и Колди его сливает. Таким образом, дождавшись когда пройдет Дим, парни получают контроль над дугой. Далее выходят на B и отстреливают Бентета, получив на короткий промежуток времени преимущество 3 в 1. Но не успели парни толком выйти на B сайт, как Колди сразу же умирает в спину от выстрела с АВП, того самого индонезийца с ником Xcurate. Азиат в раунде время даром не терял, поняв, что это сплит B, сразу же пошел пушить миддл, чтобы поймать оппонента в спину. Не знаю, как в этой ситуации вы Колди не услышал. Все вы наверное знаете о проблемах на мажоре от Faceit, проблемы с плохим звуком, с низким FPS. Может быть здесь это как-то сказалось. Но факт остается фактом, Xcurate на недолгое время взял ситуацию под контроль, потому что выбил бомбу. Далее ему прилетает флешка, из-за чего приходится отставить позицию. Становится ясным, что выходить нельзя, потому что можно выйти на АВИК. Xcurate кидывает смок, чтобы закрыть обзор, закрыть часть угла для снайпера. И с чешкой выбегает в этот самый смок. Перестреливает Диму и с 5% здоровья каким-то просто чудом забегает за угол, успевает перезарядиться и на стрейфе сливает до вкоста. Уверен, что кто-то из вас скажет, это просто изи. Что же дело в этой ситуации Дима? Он откидывает коктейль Молотова, направляется к бомбе, контроляет дым, видит соперника, начинает с ним стреляться и не перестреливает его, потому что у самого было 46% здоровья. Дима выложился в этом раунде на максимум, сделав почти что 3 кила. Довкост откидывает флешку, отгоняет соперника и пытается вычислить с АВП. Видит откуда летит смок, стреляет, промахивается, снова стреляет с АВП, еще раз промахивается, переключается на глок и каким-то чудом снова ни разу не попадает. Сопернику которого было всего лишь 5 АЧП. Напомню, что здесь на ланах никак матчмекинги, сколько процентов здоровья осталось у соперника неизвестно. Но скорее всего была инфа, что чел задамажен. В общем, Довкост отпускает оппонента, зачем-то далее берет в руки гранату и отлетает в раунде. В итоге не сделав ни одного минуса и ни разу ни в кого не попав. Насколько я понял, Довкост решил, что Икскюрейт сейчас отойдет дальше и законтролит точку с АВП, потому что имея лоу АЧП для него это выгодней. Слить соперника с одного выстрела, нежели долго с ним стреляться. В каком-то смысле логично, но индонезиец в этом моменте сыграл по-простому. Хотя по мне достаточно странно взять гранату в руки, имея полминуты времени для разыгровки и оппонента в нескольких шагах от себя. На фесте есть правило, что за каждую сторону на овертаймах дается по 10 тысяч. Если ты проигрываешь два раунда подряд, то на третью у тебя плохая экономика, что в данном случае и произошло. На следующих допов в Тайлу не упустили своего шанса взять маппоинт и Тимспирит отправились домой. Контра-страйки как в футболе. Не забиваешь ты, забивают себе. А на этом видео подходит к концу. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока.